Заключительная тренировка в национальной сборной кадеты-юниоры и сеньоры. Национальная сборная Болгарии Владимир Николаевич проводит заключительную беседу. Сейчас давайте послушаем. Время для создания. На будущее. Я не знаю. Мы видим сами с вами еще. Увидимся. В будущем мы должны быть медленным вопросом. Многие из вас занимаются практиками. Это будет ваша специальность. Многие из вас занимаются практиками. Может быть ваш специалность. Поэтому рекомендации такие. Во-первых, результат может показать только здоровый человек. Но, к сожалению, ваши тренировки живут сами. Иногда и на сердце. И это скажется на вашем здоровье, но не сможете показать результат. Все должно быть дозирован. Результат им може да покажа здрав човек. За съжаление, ние и ваши трениори не всичко правите как трябва. Всичко трябва да бъде дозирован. Они многие считают, что чем лучше, тем лучше. Польше, 8 метров чиковку, больше, только полу-бред. Работа должна быть профессиональная, продуманная, как-то современная. Работы, рады годы, профессиональные, современные. И рациональные. И рациональные. Потом следующее, что я хочу сказать. Надеяться на свой природный талант. Вот пускай другие не обижаются. Самый подарённый человек в группе это Маркут. Но это его заслуга. Его природа таким сделала. Его природа сделала именно заточенным под борьбой еды. От всички най-природно да ряда Маркут. Той домаха с рода лего. Да, не домаха с рода лего. Но той много сам себе направил, да постига това лифа. Но настоя природа, настоя природа. Настоя природа е высоко достижение. Трупише в среднице. Но с тази природа с моего способа на высоко достижение. Само с природа? Потому что конкуренция есть очень высокая. Очень высокая. В принципе, в каждой категории порядка 400-500 человек отбирается в мировой деятельности. Конкуренция во все времена джуна на высоко. Всяка одна категория. Три-четыре человека собираются в производительности. И талантов тоже очень много. Ну, например. Авансов очень много. Например. Вот вроде бы нету системы, нету кондиций никаких. Ну, в Колумбии есть двукратный человек. В Глубе дня молитву существует не традиционно. Двукратно, точно. Это природа. Вот такой человек. Появился есть. Выигрывает соревнования. Только насчет природы. Так вот. Это может компенсировать хорошие, грамотные тактики. Талант спортсмена может победить, если вы будете грамотно бороться. Вы боретесь, как это называется, петухи выше. Только вас блеят, да? Вот вы так боретесь. А чем можно компенсировать? С добра тактика может компенсировать товар. И снова. И снова. Да. На вторую сторону. То есть. Мой принцип. Моё гребо. И именно основа успеха моих учеников. Именно основа на том, что я их научил. Соперник, пенок, слава. Любого. Чемпиона мира. Любительный чемпиона. Я вам показывал слава, как там. Вроде никому не известный спортсмен. Довольно давно. Ушит. Например, там. Чемпиона мира. Чемпиона либинских. Вот это вот путь туда наряд. То есть. Это, конечно, идет правильная работа. Техника и так далее. Но главное в борьбе. Именно научиться думать деловой. И как соперник обыгран. Не биться с ним, как гладиатор. Да. А именно уметь его обыграть. Сделать его с вами. Вот это вот, к сожалению, мы с вами не успели. Ну, может быть, когда-то и повидел. В принципе, я, ребята, дал контакт. Маркова, Георгиев. Звоните и спрашивайте ли я готов открыт для контакта. Помогаем. Советами. И так далее. Поверьте? Нет, нет. Не много основных кратных принципов. Треба противникам го направите слабо. И да направите качество инфекционер. И да индукирате. И най-нужно, да го фрлите с эстетически или го надградите. Это большая работа, тактика. Научите как делать соперник и слабо. Вот. На это уходим примерно полтора-два года. Если ко мне приходит какой-то спортсмен, уходят на это примерно полтора-два года, чтобы я его научил бороться головой. Не мысль. А головой и кровей на носке учат. Вот без кальций. А правильно делиться сам? Ну, может быть, раз такая работа все появляется. Может, меня еще раз пригласят. Вам как-нибудь. Тогда может быть пакшин-палканом. Наверное, над этим вещами помогался срочно. Давай пакшин-поработай под этим шагом. Есть вопросы? Есть вопросы? На левый вопрос. У матрос пням вопрос. Ну, это пока немножко не очень понятно то, о чем я говорю. Пока. Они привыкли. Мы привыкли, ребята, тренировать технику, нагрузку, и так далее, и так далее. Думать вас не заставляет. Я вам сказать, что я работаю. К сожалению. Маль, разбрахли? Не разбрах то, что-то. Не помню. Еще раз. А, ты не слышал? Я еще раз говорю, то есть вы привыкли работать на технику? Получать нагрузку? Если вы привыкли работать на технику, получать нагрузку… Но вас, к сожалению, никто не учат думать. У нас очень не учат думать, не учат думать во время спальки. Никто не учат думать во время спальки. Как соперника объявить? Так где надо играть в соперник. Так понятно, да? Это очень плохо. Получается, за счет одной работы, за счет природного таланта вы пытаетесь взять какие-то виды. Это очень плохо. Это путь очень тяжелый, практически, может, как нулевой. Надо быть очень талантливым человеком, чтобы за счет одной природы выигрывали церковь. Допустим, треал хочет работать с оборотом. И напоследок, потому что все проверили, много-много работают. Вот тест, который мы, например, делаем, делайте каждое утро. Утром проснулись, померяли пульс. Тот тест, который мы провели, попробуйте секунду. В течение минуты встали, через минуту померяли пульс. Разница до десяти. Отлично. Здесь си до средния. Большая комплексия, значит, перегрошена. Разница до пульс. Разница до пульс. До десяти. До десяти. Много добра. От десяти до двайс. Средния. Но над двайс. Пуча лошадь. Это лихтур. Утром проснулся, померял пульс. Встал, через минуту померял пульс. И если у вас пульс будет скид, ребят, все гуляйте, забудьте про зал. Не отлично, не отлично, не отлично, не отлично. А больно от двайс. В два-три дня на пульс. Затухается. Получается. Пульс. Затух. Потому что это потом скажется на вашем здоровье. На печени, на сердце, на желудке, на прочее всех гуляйте. В вашем здоровье. Я, как правило, хочу, чтобы вы после воркновения длину остались больными. Только для терапии скажем, если у пульса длину, вы остались больными. Остались здоровыми, красивыми людьми. Приносили кофе в свою улучшительную страну. Приносили кофе в свою улучшительную страну. Ну, вот, наверное, то, что я уже хотел сказать. Вкратце. Два кольца на конкурсе расскажем. Спасибо. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо за работу. Я очень рад. Светлана. Благодарю. Благодарю за работу. Я очень рад. Это новое сразу доверие по пунктам. На слуху. Можно дошли. На слуху. Это readable, dio аскор Euhарланд. Давай сбавлю. Продолжение следует...